Что, нравится здесь заниматься? Да. Почему? Потому что тут хорошие тренера и хорошо обучают единоборством. А зачем это нравится сдавать? Да. Не ври! Ну, такой себе. Почему? Почему не нравится сдавать? Ну, не успеваю иногда. Ты понимаешь, что мне в жизни пригодятся? Да. Историю свою надо знать. Как думаешь, сдашь? Думаю, постараюсь. Ты недавно сломал что? Руку. Почему обратно вернулся и не испугался? Ну, все-таки дома скучно сидеть, в телефоне. Лучше ходить заниматься. То есть сломанная рука тебе ерунда? Ну, сначала боялся, а потом в сторону пошел. На соревнования будем выступать? Конечно. Молодец. Даже за такой грамотный ответ я могу поставить уже перед четыре. Володя. Я. А почему тебя, то есть я, директор, постоянно сравниваю тебя с президентом Российской Федерации? Ну, наверное, я похож по характеру. Как... Ну, это явно не это. Ну, не знаю. Наверное, у меня... Ростом. И? Потому что тебя зовут Володя. Не, ну по характеру на самом деле нет. У тебя есть. Есть запал, не спорю. Есть. Ну, не как у Владимира Владимировича. Чуть прослабше. Так, ты думаешь, правильный зачет в наше время? Да. Очень правильный. Потому что, значит, население России для граждан... Потому что в такое время сейчас... Да. ...что мы должны все быть объединены. Молодец, да. Ты, как я, уже камеру видишь. Все. Окривляние. Все, ты артист. Три четверки. Три четверки в четверти. Мы опять учили все наизусть или пересказ? Ну... Не знаю, как пойдет. Сейчас посмотрим. Ну давай, рассказывай с самого начала. Россия – это многочисленное вообще государство. Многоциональное. Многоциональное государство. В России живет 190 национальностей. А общая численность России – 154-155 миллионов человек. Почему стала такая численность? Раньше была ведь чуть-чуть меньше. Были присоединены территории некоторые. Какие? Херсонская область, Запорожская область, ВНР, ЛНР. Когда? 30 сентября 2022 года. Пять? Слово. Расскажи мне про мордовцев. Мордовцев. 350 тысяч человек живут в Мордовии. 450 тысяч живут в Ульяновской, Хабаровской, Самаровской, Пензенской и Оренбургской области. Из наших тренеров кто Мордовин? Мирка Николаевич. Серьезно? Ты знал? Нет. Ну, это правильный ответ. А почему? Он на Мордвина похож? Не знаю. Ну, реально, он на Мордвина похож? Ну, раз ты сказал. Да. У него то, что волос мало на голове, поэтому он мордвин. Ну, может быть. Нет, Дмитрий Николаевич сильный? Да. Добрый человек. В принципе, все мы такие русские. А на сколько все национальностей? Более стадии москвы. Значит, мы все добрые и сильные. Правильно? Да. Молодец. В курсе кто у нас из тренеров в Мордвин? Нет. Дмитрий Николаевич Федорович. Да, Дмитрий Николаевич Федорович. Да. Прям можешь подойти к нему и сказать, что Дмитрий Николаевич, вас 800 тысяч, а нас 112 миллионов. И все мы кто? Русские. Правильно. Четыре с плюсом свободно. Так, про Удмуртов расскажи. Удмурт население составляет 550 тысяч, проживают в... В каких областях? Кругом. Команда кругом. Шагом марш учить. Зотов. Зотов у нас отличник, да? 5, 5, 5, 4, 6, 2. В общем, без троек, да? Ботаник? Нет. Почему? У меня четверка, только одна. Ну, а что, ботаник? Нет. Ты что, на ботаник обижаешься? Ботаник – это хорошо. Нет, я не ботаник, правда. Я как бы, ну, я не прям всю жизнь посвящаю урокам. Многочисленные народы России. Многочисленные народы России. Еще с самого начала образования наше государство было наполнено народами самых разных национальностей. А сейчас, после присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, их количество только увеличилось. Сейчас в России насчитывается около 190 народов, а количество жителей составляет примерно 154-155 миллионов человек. Самая крупная национальность в России? Русские. Поехали. Русские. Русских в России проживает 112 миллионов человек. Это самая многочисленная нация России. Также это самая многочисленная нация Европы. Русские – это восточнославянский народ, которые исповедуют христианскую религию. Название «Русские» пошло после образования государства Русь в 862 году. То есть это учишь слово в слово? Нет. У тебя получается. Пять свободен. Спасибо. Что, как думаешь, сдашь? Да. Уверен? Прямо вообще так уверен? Да. Расскажи мне про Чуваши. Чуваши в России находятся около 1 миллиона 580 тысяч человек. Они, как после того, как перед тем, как они вступили в состав Российской Федерации, они были язычниками. Но сейчас большая часть из них христианской верой. И совсем малая часть мусульманской религии. Вот они, коренные россиянецы. Давай сюда. Оценки. Хабибулой. Тройка раз, тройка два, тройка три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь троек. Ну, ты не расскажешь про кого? Про Чукчей, давай. Чукчей, миллион пятьсот восемьдесят тысяч человек. Чего? Молодец. Ну, без троек. Если хуже будет, то и хуже будет. Как ты думаешь, что с тобой будет? Ну, санкции некоторые, наверное. Санкции? Ты знаешь, что такое санкции? А что такое санкции? Ну, санкции это такие, вот когда, например, вот одна сторона за какие-то действия докладывает какие-то запреты, например. То есть, смотри, я Россия, а ты США, я сделаю для тебя санкции, да? Ну, да, к примеру. Например, какие санкции я тебе могу сделать за неисправленные оценки? Ну, например, поставить на кулаки. Что еще? Ну, ставить приседать. Как ты думаешь, ну что больнее, заставить физические наказания или, как говорится, вынести мозг тебе? Что бы ты выбрал? Ну, мне кажется, все-таки я выбрал бы физическое наказание, то есть мне... Вынос мозга тебе не нравится? Ну, да, мне вообще такое. То есть, мне... А как думаешь, я умею выносить мозг? Ну, думаю, в какой-то сфере, да. Я тебе уже набыл выносил мозг по твоей дисциплине? Нет, нет, мне вроде... Ты хочешь сказать, что ты ни разу еще тройки не исправлял? То есть, точнее, как бы, ну, забивал на оценки? Я тебе выносил мозг? Нет, я вроде только одну тройку получил, но мне прям в мозг не выносили. То есть, ну, ты согласен, лучше физическое, чем вынести мозг. Да. Поэтому я тебе санкции применю, знаешь, какие? Я тебе вынесу мозг, и ты у меня будешь еще наказан физически, если ты сделаешь хуже. Понял? Понял. Сколько национальностей в России? 190. Народу сколько? Учисложенности. Народов, ну, как раз, сколько? Национальности 190. А сколько всего количества народов проживает в России? Миллионов. А, миллионов? 154-155 миллионов. Какие недавно присоединились области к России? ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская. Что значит ДНР? ДНР – Донецкая Народная Республика. А ЛНР? Луганская Народная Республика. Мы победим? Да. 400 плюсов свободен. Спасибо. Расскажи мне, пожалуйста, про алтайцев. Так, алтайцы. Живет их 79 тысяч человек. Правильно. В Алтае. Те, кто уехали из своей родины, из Алтая, в России, живут сейчас в Новосибирск. И? В какой области? Где Лея Сергеевич был в конце сентября? На каком форуме? Смотрел? Нет. Блог мой смотрел? А вот надо смотреть мой блог. Где я был? Оренбургская область. Какая Оренбургская? Краснодарская. Ты издеваешься, Краснодар и Тольюк. А я был в Сибири. Ну, Ке? Ке? Керченская область. Керченская область? А, да. Ты еще издеваешься, Керченская область? Керченская область. Итак, Мерзликин. Тройка раз, тройка два. Переворачиваем. Два, три, тройка, четыре, тройка, пять троек. Шесть троек, семь троек, восемь троек. Девять троек, десять, одиннадцать, двенадцать. Двенадцать троек. Ну, это залет. Поехали. Про калмык рассказывай мне. Знаешь? Расскажи мне про Чурчий. Дени, ты кто у нас по национальности? Ну, у меня мама, гостинка и папа чеченцев. Отлично. Ну, про сетин тут не было. А давайте про чеченцев давай. Что ты знаешь? Их всего проживает один миллион четыреста тридцать тысяч. Они придерживаются к своему кодексу Коаннахалу. Знаешь, что это за кодекс? Нет. Ты чеченец и не знаешь, что это за кодекс? Ну, как так? Послушай, еще раз говорю, у нас уникальность нашей страны в том, что у нас в каждом регионе есть свои, как бы, обычаи и ценности. И по большей части они же все, как сказать, правильные. Нравственные нормы чеченского народа. Коаннах – это человек, твердо следующий основным принципом кодекса этого чести. И главной целью и смыслом является служение своему народу, своему отечеству. Народ чеченский, отечество российское. Интересы народа отечества для этого кодекса всегда выше интересов тейпа, рода и фамилии. А самый крупный народ какой у нас? Самый крупный? Русские. Русские. Давай, что? Расскажи про них. Их всего 112 миллионов в России. Ну, русские, от слова как раз таки, Россия. И они были в 862 году Русь. Появилось слово Русь. Как ты думаешь, Заш? Да, надеюсь, положительно. Уверен? Да. Так, расскажи мне про адыгейцев. Адыгейцев проживает 129 тысяч человек. Они проживают в Адыгее. Основным это Адыгее. Меньше всего проживают в Кабардино-Балкарии. Ну, давай про Чухчу расскажи. В Чухче численность населения 16 тысяч. Чухчи живут в Чуковском автономном округе. Потом в Астраханском. Почему в четверти 12 троек вышло? Ну? Я получился. Ну, а почему? Лентяй? Тогда почему? Глупый, что ли? Так если не лентяй, а глупый, тогда почему? А почему-то 12 троек получил. Потому что лентяй, да? Согласен? Да. Про аварцев расскажи мне. Сколько их в России? Аварцев на территории Российской Федерации проживает 900 тысяч. Отчера 1 миллион 100 тысяч. Сколько населения Башкирии? Население Башкирии 465. Нет. Миллион 600 тысяч. Три свободен. Про татарами расскажи. Про татар общая численность составляет 5 миллионов 300 тысяч человек. Они проживают где? На какой реке? На Средней Волге. Да. И дали свои корни. Сибири и на Дальнем Востоке. Куда татары входили? Татары входили в Золотую Орду. В 16 веке Орда распалась и образовалось Казанское ханство. Что ты улыбаешься? Без тройки что ли? Нет. Без тройки. Три тройки. Сашенька, следующая проверка в конце января. Мы не справимся. Что будет с тобой? Переведут в маршалл группы. Нет. Для тебя это не наказание. Не знаю. Ну, будешь стоять перед моим кабинетом на кулаках. Расскажи мне, пожалуйста, про адыгейств. А ты гейцы – основной народ. А ты гей и... Какой раз по счету сдаешь? Первый. Первый? А брат твой? Уже четыре? Да. Уже четыре захода и не сдал. Вот интересно, ответишь ты за брат или нет? Твой брат запоролся на чулчах. Давай, поехали. Про чулчей. Их 16 тысяч человек. То есть немногочисленный. Немногочисленный народ. Да. Где они живут? Они... Они проживают... Брат с братом на одной теме. Просто расскажи мне про Коми. Коми – это целая группа Эдносов, включающих себя Зориан, Ижемсов, Польских Ижемсов, Сюздинцев, Язвинцев и Коми-Пермяков. Численность населения Коми – 230 тысяч человек. Где они проживают? Проживают в Свердловской, Чуменской, Мурманской, Омской властях. Также в округах немецком, Ямало-немецком, Ненецком и Хантамасийском. Ну и естественно в республике какой еще проживают? Как он называется? А, Коми. Коми. Что, Володя, какой? Восьмой. Восьмой раз ты заходишь? Восьмой. А, ты тогда же считаешь? Угу. Ну расскажи мне про мордовцев. Мордовцы. 350 тысяч человек живет в Мордовии, 450 тысяч на территории России. Ульяновской, Самарусской, Пензенской и Оренбургских областях. Молодец. Сколько думаешь, кто из наших тренеров в Мордовии? Дмитрий Николаевич. А кто ты знаешь? Угадал. Угадал? Да. Дмитрий Николаевич, уже третий человек угадывает, что ты Мордовин. Просто. Я не знаю почему, но просто они берут и угадывают. Ну значит, к тому есть объяснение. Да, мы Мордовини. Расскажи мне про буряты. Буряты. Числи из населения в Российской Федерации составляли 4-6-5 тысяч человек. Большая часть проживает в Иркутской области, в Забайкальском крае, а меньшая часть проживает сколько? Около 2 тысяч человек. Да. Проживает в Камчатском крае и Кемеровской области. Молодец. Так, сколько у нас чуваших всего? 1 миллион 580 тысяч человек. Правильно. Про башкиры расскажи. Башкиры, их у нас 1 миллион 600 тысяч человек. После присоединения к Казани вошли в состав России. Сохранили свои традиции, обычаи и эмоциональный язык. Самый крупный народ в России? Русские. Ты русский? Пошли точно славянские? Нет, я чуваш. Ты чуваш? Да, я чуваш. А сколько тебе на территории? 1 миллион 580 тысяч человек. Про себя ты прямо четко знаешь. А русских сколько? 112 миллионов. Молодец. Расскажи мне про украинцев. На Российской Федерации проживают украинцы, их насчитывается 6 миллионов людей. Также известно то, что в древней Руси украинцы, белорусы и русский народ был единый наций. Известно то, что после распада СССР Украина стала отдельным государством. 30 сентября 2022 года прошла церемония добавления в российский состав Запорожскую и Херсонскую область, ДНР и ЛНР. Тем самым мы взяли свою территорию. Также мы пополнили состав людей на 4 миллиона. Так, ну расскажи мне про алтайцев. Алтайцы, их 79 тысяч проживают в Алтае, в Кемеровской области. И еще? В Новосибирск. Правильно. В Калмыкии, сколько их? В Калмыкии их 190 тысяч. Правильно, где живут? В Калмыкии проживают в республике Калмыкии и... Сколько украинцев? Что ты про украинцев знаешь? Общая численность украинцев в нашей стране 6 миллионов человек. Раньше русские, белорусы и украинцы были единые нации. И украинские владения были владениями российского государства. Но после распада СССР Украина стала отдельным государством. Многие украинцы переехали в Россию. Так, про что за счет? Про многочисленные национальности и народы России. Так, расскажи мне про армян. Армян в России 1 миллион 180 тысяч человек. У армян с Россией были давно замечены... Связи. ...близкие связи еще с Древней Руси. Армяне проживают в Краснодарском крае, в Савропольском крае и в Крыму. Сколько татар в России? 5,3 миллиона. А всего народу сколько? Более 190. Так, про что за счет у нас? Зачет про народы Российской Федерации. Как ты считаешь, это нужно знать? Это нужно знать. Почему? Потому что это все наши братья. Вы же не любите когда зачеты сдавать? Ну, как бы, 50 на 50. Самый многочисленный народ России? Это русские 112 миллионов человек. Русские это главный народ нашей страны. Проживают во всех областях, регионах. Образовалось в первом тысячелетии 862 год. Как называлось тогда первое государство? Называлось Русь, от этого и пришло название русские. Сколько калнуков народу в России? 190 тысяч человек. Когда присоединились в новую территорию и какие? 30 сентября 2022 года присоединились Запорожская и Херстанская область, Донецк и Луганск. А давай-ка мне про Чукчи. Чукчи это население, живущее в северо-восточной части Азии. Их 16 тысяч человек живут... Ну, часть живет в непосредственно Чукотском автономном округе, некоторые в Якутском автономном округе. Якутия. Якутский автономный округ? Нет такого. Якутского автономного округа. Извиняюсь, Якутия. Есть Якутия, республика Якутия. Где еще живут они? На каком крае и области еще? Камчатский край. Ага. И... Еду... В Магаданской области. Правильно. Так, этносы, коми, какие ты знаешь? Зыряне, изминцы, коми, пермики, кольские ижемцы, ижемцы, и... Зю? Зюздинцы. Ты к какому этносу относишься? Ну, русский. Нет, если брать... Умстенс? Ты умстенс? Не сказал бы. Ну и ни к тем, и ни к тем не отношусь. Красантос? Вроде что-то среднее. Красантос? Нет. Красантос?